Я Тугильбаева Галхан Хамзабовна, преподаватель специальных дисциплин Высшего медицинского колледжа города Алматы. Мой предмет – технология лекарственных форм. Тема нашего урока – вес и мера в аптечной практике и дозирование по массе. Цель урока – изучение разновидностей весов, разновесов, мерной посуды, а также основных принципов работы с ними. Задача – научить студентов правильно работать с различными видами весов и разновесов при взвешивании лекарственного средства, а также сменой посуды при обменивании жидких лекарственных средств. Применять полученные навыки на практических занятиях по аптечной технологии лекарственных форм и будущей профессиональной деятельности. Ручные весы предназначены для малого количества взвешивания лекарственных веществ. Они имеют малый образ грузоподъемности – это от 100 мг до 1 грамма, до 5 граммов, 20, 50 и 100 граммов. Лекарственные вещества взвешивают следующим образом. Непосредственно в одну чашку набирают, помещают лекарственное вещество, а в противоположную чашку помещают гири. Ручные весы. Мы должны держать так, чтобы локоть был на столе, а не на весу. Локоть должен быть на столе. Гири мы помещаем в чашку, в левую. В противоположную чашку мы помещаем лекарственное вещество. Следующая разновидность весов – это талерные весы, которые используются для взвешивания больших количеств лекарственных средств. Используются для взвешивания больших количеств лекарственных весов. С помощью талерных весов можно взвесить не только сухие и твердые вещества, но и жидкие в специальной тале, масса которой предварительно уравновешена или талируется. Поэтому идет название отсюда – талерные аптечные весы. Я хочу вам показать практическую часть. Значит, при взвешивании жидкой формы в таре мы должны эту тару отторировать, то есть уравновесить. Левая часть у нас перевешивается, так как мы в левой части должны разновесы вложить, здесь мы должны отторировать. Уравновесить. Следующая разновидность весов – это настольные электронные лабораторные весы. Типа ВК-150.1, ВК-300, ВК-300.1, ВК-600. Используются настольные электронные лабораторные весы для точного измерения лекарственных веществ. Уваживание лекарственных веществ нам нужны разновесы. Миллиграммовые разновесы имеют форму обычных гель. Миллиграммовые разновесы имеют специальные геометрические формы. Вот, граммовые, имеют обычную форму гель. А миллиграммовые, они имеют геометрические формы. То есть шестиугольники, четырехугольники и треугольники. Это такая пластинка с загнутым краем для того, чтобы держать пинцет. Правила взвешивания наручных оптичных весах. В первую очередь, мы должны протереть чашечки весов спиртоэферным раствором или трехпроцентным перекисью водорода. При полном высыхании чашек мы приступаем к процессу взвешивания. В процессе взвешивания, как это говорилось выше, весы мы берем в левую руку. Вот в таком положении. Ноготь должен быть на столе. Средний палец с безымянным пальцем должен придерживать стрелку весов. На левую чашку мы вложим разновесы. А в правую чашку весов мы помещаем лекарственные вещества или же сухое вещество. Дозирование по объему. К медным приборам у нас относятся разновидности колб. Колба. У нас округлая плоскодонная с узким горлышком. Колба округлая плоскодонная с низким горлышком. Разных объемом. Также у нас имеются колба коническая. 500 мл. Он тоже бывает объемом 250-150. Вот конические колбы. Химический стакан. Мензурка. А также цилиндры разных емкостей. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»